Абарит не горит, но это ладно вам. Заходя на промплощадку, о проблемах узнаешь быстрее. До директорского кресла они доходят дольше, говорит начальник Ленской автобазы Денис Шеин. Важное звено Алмаз-Дуртранса он принял в свои руки только в феврале. До этого занимал руководящую должность в авторемонтных мастерских. Теперь изучает нюансы перевозок и эксплуатации транспорта. Много нового для себя узнаю, открываю не все тонкости и нюансы. Я знаю, в каждой работе есть свои определенные аспекты, в которые нужно погружаться. Каждый день учусь. Стараюсь делать свое дело, свою работу, чтобы не стыдно было никому в глаза посмотреть. Валроса Денис Шеин с 1998 года пришел в Алмаз-Дуртранс сварщиком в подразделение жилищно-коммунального хозяйства. Затем перешел в производственно-технический отдел. После работал и в других подразделениях АДТ. А вот у Игоря Ольшанского, начальника Ленского речного порта, в трудовой книжке и единственная запись. На родном предприятии мужчина работает 30 лет. В 92-м пришел сюда мастером погрузоразгрузочных работ. С тех пор менялись только должности. В 2019 году Игоря Ольшанского назначили начальником порта. Ответственность за людей, за производство, за предприятие. То, чтобы оно работало, то, чтобы здесь, как говорится, люди были довольны своей работой. Поэтому, наверное, была какая-то тревога немножко в том, что достаточно ли у меня будет компетенции с этим справляться. Но потом, поработав какое-то время, в принципе, считаю, что нормально предприятие работает, показатели хорошие. Эти истории – примеры постепенного карьерного продвижения. Частая практика в Алмаз-Дуртрансе. Здесь с трепетом выращивают своих специалистов и гордятся, когда они занимают высокую должность. Средний возраст руководящего персонала ВДТ – 42-43 года. Тот самый возраст, когда уже есть опыт, но и учиться еще не поздно.